Церковь учит нас прощать тех, кто нас обижает, если нам кто-то что-то сделал плохое. Но вот такой вопрос – а всё ли нужно прощать? Что значит прощать? Надо разобраться с этим вопросом. Одно дело, которое касается, я бы сказал, моего внутреннего состояния – кто-то меня оскорбил. Другое дело, когда, например, человек совершает преступление, то здесь уже вступают в силу совсем другие, если хотите, другие мотивы и другие законы. Святой князь Владимир, когда принял крещение, то сначала был в таком восторге, я бы сказал, что приказал открыть все тюрьмы. Преступники вышли. Что началось? Пришлось возвращать опять. Так что здесь насчёт прощения вопрос, так сказать, не совсем простой, как это кажется. Церковь никогда не говорила, что людей, совершивших преступление, не надо наказывать. Ничего подобного. Самое большое, на что шла церковь – это патриарх на Руси имел право печалования перед царём за кого-то такое, за какого-то отдельного человека, печалования, узнав, так сказать, то, чего не было известно, может, государю или даже известно и другим органам власти, и что он видел, патриарх, что за этого человека надо ходатайствовать, например, смягчить ему меру наказания. Но в социальном плане наказание – это совершенно необходимый элемент. Иначе общество уничтожит само себя. Кстати, вот то, к чему призывают ювенальные юстиции – не наказывать ребёнка. Самые лучшие средства – развратить. Самые сильные, лучшие средства – это как раз безнаказанность. Хотите из человека сделать демона – всё в порядке. Уже полная безнаказанность. Всё тогда, всё позволено. Это вседозволенность. Это же как раз, это как раз сатанинский принцип. И вдруг здесь по отношению к детям требует того, чтобы с их стороны была полная вседозволенность. Мне рассказал недавно один человек, который был свидетелем. Следующий, в автобусе едут. И один какой-то молоденький начал в автобусе вести себя просто безобразно. Просто безобразно. Когда ему сделали замечание, как же он на всех, в общем. Меня так воспитали, я могу делать всё, что хочу. Ну, тогда один нашёлся человек, такой крепкий человек, подошёл к нему, взял крепко его за нос, очень крепко, так что он завизжал, подвёл его к дверям автобуса, попросил остановить и выбросил её вон. Ну как? Опорные аплодисменты. Ну, что вы! Безнаказанность – это ужаснейшая вещь! Но в отношении личном, когда мало ли мы друг друга задеваем, как обижаем часто, здесь, конечно, требуется великодушие. Здесь, конечно, требуется прощение, простить человека. Это не так может быть просто, это мы все знаем. Но вот это и есть духовная жизнь. Это и начинается духовная жизнь. Итак, как я прощу его? Надо же меня как оскорбил, задел! Или нет? Вот здесь и начинается духовная жизнь. Вот здесь надо действительно прощать человека. Недаром у нас есть даже прощённое воскресенье перед Великим постом. Да, в этот день особенно призываются все христиане простить друг другу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!